Молодые, умные, целеустремленные. За их спинами ежегодное участие в различных грантовых конкурсах и программах. Над своим проектом, связанным с экологической безопасностью, Алексей Белов работал около 10 лет. Победа в конкурсе грантов президента страны – результат работы научного коллектива, сформированного на кафедре электроники и вычислительной техники. Данная разработка является очень актуальной и важной, потому что экологический мониторинг требует постоянных внедрений новых решений. Новых природоохранных мероприятий на промышленных предприятиях. Экология вошла как одно из перспективных направлений в утвержденную президентом страны стратегию научно-технологического развития России на ближайшие несколько лет. Обладателем стипендией президента стал доцент кафедры электроники и вычислительной техники Александр Проскуряков. В течение трех лет молодой ученый будет получать по 20 тысяч рублей в месяц. Направление моих разработок связано с цифровой экономикой, с технологией блокчейн, с прогнозированием временных рядов и непосредственно с теми современными трендами, которые направлены на развитие блокчейна, в том числе и криптовалют. Сейчас популярная тема. Еще одним стипендиатом стал Михаил Макаров. Теперь 29-летний ученый в течение трех лет будет работать над проектом, целью которого является создание интеллектуальных роботизированных систем. Более пяти лет я занимаюсь научным направлением, связанным с исследованием надежности технических средств обработки информации. И вот накопленный за это время опыт и полученные какие-то результаты я решил применить в области робототехники и искусственного интеллекта. В результате подготовки родилась идея, которую я представил на конкурс по стипендии президента Российской Федерации, в результате чего я стал победителем. Только за прошлый год Муромским вузам было получено 19 грантов на поддержку научных исследований. Сегодня 18 научных школ и институтов, в каждой из которых входят профессора, доценты, аспиранты и даже студенты, работают по 28 грантовым программам федерального, областного и регионального уровней. Мария Жукова, Николай Молоденов, Новости Муром.